В Беларуси объявили об очередной проверке боевой готовности своих вооруженных сил. Отмечается, что в рамках этой проверки дежурное подразделение механизированных соединений войск Республики Беларусь приступили к выполнению учебно-боевых задач. Далее процитирую, войска в кратчайшие сроки совершат марши в назначенные районы с последующим соблюдением нормативов по предметам боевой подготовки. Кроме того, военная и специальная техника будет проверена контрольными пробегами, в частности по пересеченной местности, говорится в сообщении Минобороны Беларуси. Обсудим эту и многие другие темы с Павлом Латушко, заместителем главы Объединенного Переходного Кабинета Беларуси, руководителем Народного Антикризисного Управления. Павел, здравствуйте. Доброе утро, здравствуйте. Итак, вот очередные учения мы видим опять, по-моему, даже нескончаемые, потому что они все время как-то что-то вот происходят. Если Лукашенко не собирается вступать в войну против Украины, к чему вот так вот свидетельствуют обстоятельства, тогда зачем проводятся эти учения? То есть просто такое вот желание держать в тонусе, что называется, свою армию, своих командиров, своих генералов, ну и своих там солдат. Я думаю, что один из примеров, который можем привести на этой неделе, проходили учения в Ивацевичском районе, в столице этого района, городе Ивацевич. Так вот, в Ивацевичах оцепили райисполком, расставили ежи по периметру, защищали само здание районного исполнительного комитета и памятник Ленина, который находится на центральной площади. Ну, в результате этих успешных учений удалось защитить райисполком и защитить памятник Ленина. Памятник Ленина устоял. Ну, таких памятников Ленина в Беларуси всего порядка 400. Так что можно себе представить, сколько еще памятников Ильичу в ходе этих учений нужно защитить. Но если серьезно, Лукашенко таким образом дает сигналы как внутрь, так и за пределы Беларуси. Он перманентно ищет врагов, он показывает населению, что на нас кто-то пытается напасть, поэтому необходимо вкладывать большой ресурс в оборону, в систему внутренних дел. Кстати, на следующий год расходы будут опять увеличены. Они будут превышать более чем в два раза, например, расходы на оборону, на внутренние войска, на силовой аппарат, чем расходы на здравоохранение и культуру вместе взятые. А второй посыл это внешний. То есть ему же также нужно оправдываться перед Путиным, что вот какая-то угроза существует. Я тут постоянно на чеку броня наша крепка и танки наши быстрые. Вот такой советской ментальности человек, эту советскую парадигму он сейчас и продает в Беларуси. В белорусскую армию хотят призывать по СМС сообщениям, как в Израиле. Зачем такая оперативность вдруг понадобилась или не вдруг? И как на это реагируют в Беларуси люди? Ну мы видим, что все законодательство Беларуси за последний год-полтора приводится в состояние повышенной боевой готовности. В законодательство вносится максимальное количество изменений, которые позволяют более эффективно мобилизовать вооруженные силы, военнослужащих, провести мобилизационные сборы, обеспечить мобилизационные резервы топливом, другими продуктами, необходимыми для ведения боевых действий. То есть это принятый общий план, который был утвержден самим Лукашенко, разработан госсекретариатом Совета Безопасности. По этому плану в том числе изменяются подходы по призыву на вооруженные силы Беларусь. Теперь за две СМСки, когда тебя будут призывать в армию, если ты их пропустил за две СМСки, тебе может грозить до трех лет тюрьмы. Лукашенко, еще раз говорю, попытается милитаризировать общество, он пытается поставить общество на военные рельсы, он вкладывает в это большой ресурс и под это, конечно же, меняет законодательство. Вот на днях Лукашенко встречался с президентом Ирана, призывал укреплять сотрудничество. Как вы считаете, в каких отраслях Беларусь и Иран действительно могут сотрудничать? Или это просто такая уже безвыходность в этом узком кругу международных контактов, где остались, по сути, Иран, Китай, возможно, Северная Корея, ну и какая-то там из африканских стран? Ну, токсичные диктаторы притягиваются друг к другу. Лукашенко к руководству Ирана, Иран к Москве, Москва к Пхеньяну, Северной Кореи, ну еще там Венесуэла подъезжала к Лукашенко. Ну вот этот круг друзей-товарищей по клубу изгоев мировых, они между собой и тусуются, как говорят молодежь. Лукашенко, конечно, постоянно пытается продать историю, что с Ираном у него чисто торговые отношения, хотя иногда в любом случае проскальзывает информация, что это не торговля как таковая, а это торговля, связанная с военно-промышленным комплексом, и что-то выходит в паблик, что-то приходит и нам по инсайдам. Давайте посмотрим историю. 2022 год. Покойный министр иностранных дел Макея совершает визит в Тегеран. После него сразу же приезжает премьер Лукашенко Головченко вместе с председателем государственного военно-промышленного комитета Беларуси Пантусом, который находится под всевозможными санкциями. Они говорят о создании торговой экономической комиссии, о торговых отношениях. Ну а зачем тогда там был председатель Госкомвоенпрома? Потом Хренин, министр обороны Лукашенко, посещает также Тегеран, встречается с коллегой. Ну понятно, что они не ягодки-цветочки обсуждали. В последующем, когда началась террористическая атака Хамаса на Израиль, в этот момент проходит заседание торгово-экономической комиссии Беларуси и Ирана на уровне министра промышленности Беларуси и вице-президента Ирана. Ну я еще, кстати, забыл, в марте месяца сам Лукашенко посещает Иран. Ну и вот ответный визит. Лукашенко говорит, что нам нужны совместные планы. У нас есть угрозы, которые мы должны противостоять. Лукашенко публично говорит, что нам очень ценен опыт Ирана по жизни, по ситуации санкций. Что этот опыт настолько ценный, что мы просим вас нам его передать. Ну как он ценен, мы знаем, в каком экономическом плачевном положении находится сам Иран и население этой страны. Ну реально речь идет, конечно, о сотрудничестве ВПК. Ну например, поставка комплектующих к РСЗО на территорию Ирана. Они поставляют как и шасси базы МЗКТ для этих целей, поставляют трубы, которые используются для производства ракет. Ну также поступала информация о совместном производстве дронов или комплектующих для дронов на территорию Беларуси для последующей сборки. Так что здесь речь идет прежде всего о военно-промышленном сотрудничестве. Лукашенко зарабатывает на войне. Он будет делать все, чтобы производить оружие в разные направления. Для Хамас, который будет передавать Иран. Для России прежде всего, которая ведет войну против Украины. О репрессиях, которые продолжаются в Беларуси, поговорим. Вот жители Могилева приговорили к трем годам колонии за размещение в Инстаграме фотографии Лукашенко в форме СС. Насколько сильнее закручиваются репрессивные порядки в Беларуси в последнее время? Насколько много таких людей, которых притягивают к ответственности и сажают на три года колонии за банальное фото в Инстаграме? Ну это фактически шутка. Понятно, что это шутка с политическим потенцом. Это шутка с политическим коллиганством. Да, но тем не менее. Ну за наше интервью с вами можно сесть в тюрьму, если кто-то будет смотреть в Беларуси, потому что вы разговариваете с экстремистом. Поэтому тут не до шуток в Беларуси сегодня. Это тоталитарная система, которая контролирует все, что происходит в обществе. Социальные сети являются предметом пристального внимания и первым интересом, когда вас задерживают на улице или досматривают даже на пограничном переходе. Требуют сразу же открыть мобильный телефон. И даже зачистка телефона должна быть проведена таким образом, чтобы вы не могли найти историю ваших посещений, каких-то сайтов экстремистских, СМИ и так далее. Это происходит каждый день. Правозащитники называют где-то порядка 20-30 в среднем в день задержаний. Это варьируется, цифра плюс-минус. Но опять же правозащитники не могут даже фиксировать все количество задержаний и арестов, потому что информация, например, вот как недавно, 19-летний парень, который освободился из тюрьмы, был политзаключенным и сидел за оскорбление Лукашенко и покончил жизнь самоубийством. Несколько месяцев тому назад стало известно об обществу только вот опять же несколько недель тому назад. Поэтому информация очень сложная выходит. Люди боятся даже делиться такой информацией. То, что вы приводите пример, но можно со вчерашнего дня. И вот просто рассказываю, что произошло вчера. Задержаны муж и жена, владельцы клуба «Сальцы», который работает в Минске во время протеста в 2020 году. Там собирались протестующие, рисовали плакаты. Их задержали, арестовали. Понятно, что для них уголовная статья светит. Дальше двое братьев предприятия «Саанит», если я не ошибаюсь. Один брат в августе 2022 года написал в Фейсбуке пост в отношении Лукашенко. На второй день второй родной брат этот пост лайкнул. Задержали буквально вчера. Поступила информация и одного брата, и второго брата. Оба брата пошли сидеть. И в отношении их возбуждено уголовное дело. Но это буквально вчерашний день. Я не думаю, что я привел все примеры вот этой жестокости, мракобесия, безумия, которое творит Лукашенко в отношении белорусского общества. Так что здесь не стихает ни на один день репрессии. Кто говорит, что белорусы не сражаются, совершает колоссальную ошибку. Простите, а если белорусы не сражаются, зачем же Лукашенко каждый день задерживает белорусов? Зачем каждый день аресты? Зачем каждый день выносить приговоры? Поэтому общество напряжено, напряжение, оно существует. Даже есть такое немножко ощущение, что напряжение и возрастает. Может быть, это чисто эмоциональные мои оценки, но ощущение такое присутствует. Все, конечно, устают. Эта пружина сжимается. Но когда-то же она выстрелит в лоб. Белорусы сражаются. Какими методами можно сражаться в таких репрессивных условиях? Ну, видите, даже метод пост на Фейсбуке. Это тоже метод, да, то есть высказывание своей точки зрения, за что ты будешь наказан. И несмотря на это люди лайкают, люди пишут какие-то комментарии. Да, мы, конечно, призываем делать это безопасно для того, чтобы просто не попасть зазря в тюрьму. Но люди не выдерживают. Были и случаи, когда недавно один гражданин Беларуси сорвал лукашенковский флаг и повесил вместо украинский флаг. Ну, и он был задержан. И понятно, что ему грозит за эта тюрьма. Так что есть и публичные акты проявления своей политической или просто общественной человеческой позиции. И в поддержку Украины. Кстати, вот правозащитники предоставили информацию, что за выступление против войны и поддержку Украины было задержано более 1630 граждан Беларуси. 13 из них, это белорусские партизаны, которые выходили и останавливали, как вы помните, поезда, были в сумме приговорены к 199 с половиной годам тюрьмы. 200 лет тюрьмы на 13 человек, которых стреляли, которых избивали и насиловали. И вот они сейчас сидят в тюрьмах по 20-25 лет тюрьмы. Я думаю, что мы все вместе не должны о них забывать, потому что это тоже было проявление характера и воли белорусов, белорусского общества. Вот в России, например, эту репрессивную политику властям помогают проводить, так называют, доносчики. Да, есть даже профессиональные доносчики. Как вот эта практика в Беларуси, насколько она так прижилась там, что ли, ну я не знаю, потому что она еще советская, да, начнем с того. Насколько она там работает, либо все-таки это больше там где-то кто-то что-то выявляет, обнаруживает, там, это больше касается там КГБ, спецслужб. Я рассматривал бы здесь несколько сторон. Первое. Ну, понятно, КГБ, спецслужбы работают, и даже мы, когда обсуждаем вопрос подпольного движения в Беларуси, возможных действий, с одной стороны, белорусы имеют колоссальный опыт Второй мировой войны, партизанского и подпольного движения. Но уровень развития технологий сегодня, конечно, с одной стороны, нам помогает коммуницировать с обществом, с другой стороны, создает проблему, потому что технологии дают возможность выявить подобные действия так называемым правоохранительным органам. Когда можно вскрыть телефон и даже зачищенные вот какой-то информацией обнаружить следы того, чтобы не хотелось, чтобы обнаружили, а полокализировать человека, опять же, по мобильному устройству. Ну, то есть, существует много других технологических методов, технических методов, которые, к сожалению, и препятствуют. То есть, есть плюсы, есть свои минусы. Плюс, конечно, большой это коммуникация через социальные сети, когда там можно даже достигать и миллионных просмотров в месяц. Если же мы говорим о других методах, каким образом еще можно, сдают информацию, скажем, о протестах, то, конечно, есть и стукачи, так называемые, и от них, наверное, ни одно общество не избавилось. Но, мне кажется, очень часто силовики специально предоставляют информацию таким образом, что кто-то их проинформировал для того, чтобы задержать кого-то из людей, выступающих против режима. Для чего? Для того, чтобы создавать такой в обществе раскол, что вы в меньшинстве. Вы те, кто боретесь с большинством, и ваше дело уже проиграно, и надо прекращать эту борьбу. Так что даются такие фальшивые, очень часто, тезисы. Ну, у нас была, кстати, целая кампания, вот есть такой блогер, известный паук, он вообще раскрывал тех людей, которые звонили в милицию еще в 2020 году и информировали о протестах белорусов. И даже пытался разговаривать с ними, ну, как бы выводя их на публичный свет, потому что киберпартизанам удалось вскрыть всю эту базу стукачей. Так что и мы, как бы, пытаемся бороться против подобных элементов в нашем обществе, которые, ну, считают самым простым способом это предать соседа или проинформировать о коллеге по работе. Но это все-таки, я считаю, достаточно редкий случай. Больше это такая игра в спецслужбе. По поводу украинских детей, хотим еще спросить, которых Россия незаконно депортирует с территории Украины, с временно оккупированных территорий Украины и вывозит и к себе на территорию, и в том числе вывозила в Беларусь. Продолжает ли сейчас Российская Федерация депортировать насильственно под разными предлогами, гуманитарными в том числе украинских детей на территорию Беларусь? Помнится, что там фигурировал некий лагерь Дубрава, и ранее называлась цифра, поправьте меня, если я ошибаюсь, до тысячи украинских детей, которые были насильственно, вот таким вот образом, обманным или принудительным, вывезены на территорию Беларуси. Остаются ли они там? Что известно? Ну, цифры гораздо больше. Мы называем цифру, которую передали в рамках нашей коммуникации в Международный уголовный суд, в офис прокурора, в ГАГУ, более 2100 украинских детей. Сегодня мы уже готовы называть цифру более 3000 украинских детей. Ну, по крайней мере, даже сами представители режима в лице посла Лукашенко в Москве, Дмитрия Крутого, на встрече с иностранным дипкорпусом, он месяц назад сделал заявление, что более 3500 украинских детей было вывезено на территорию Беларуси, и большинство из них это дети-сироты. Вот как раз-таки аспект детей-сирот, это является одним из ключевых моментов, потому что осуществлять их вывоз за пределы оккупированных территорий Украины невозможно без согласия государства и гражданства, так же, как и нельзя менять им гражданство. И это все является основной частью военного преступления, так же, как и в последующей их обработке. Мы недавно публиковали, в том числе на нашем сайте Народного антикризисного управления, в Твиттере, в моем ИНАУ информацию о том, как высказывался, например, Мезенцев, госсекретарь союзного государства, бывший посол России в Минске. Он прямо говорит, что это все делается по поручению Путина и Лукашенко. То есть там еще одно подтверждение того, что решение принимал Лукашенко, который, как мы и будем публичить документы, он подписывал прямо в Москве. Но интересно, что сейчас они начали пропагандистски бороться. Лукашенко этого не на шутку испугался. Вы, наверное, слышали, что он в Кыргызстане обращался даже к своим коллегам по СНГ. Давайте примем резолюцию о деполитизации Международного уголовного суда. Но его не поддержали. Он даже сказал, что сегодня это касается одних, завтра коснется это вас всех. То есть он этого боится. Поэтому был разработан специальный план. Он проводил несколько совещаний Лукашенко, которым поручено и МИДу, и КГБ, и Оперативно-элитическому центру, другим структурам противодействовать выдаче ордеру Лукашенко. И они привезли недавно детей из Украины вместе с мамами, родителями в город Новополоцкий. Попытались продать эту историю. Как смотрите, как мы помогаем украинским детям. Мы позвали туда иностранных дипломатов. Это как раз-таки реакция на наши действия, на опубличивание тех фактов, когда совершаются военные преступления. То есть Лукашенко сейчас пытается проводить акции, как бы показывая, мы тут хорошие дядечки, мы помогаем бедным деткам. Ну и привозит он их как бы в целом легально. А забывая о том, что делал до этого, забывая о том, кто начал войну, почему дети попали в сложную ситуацию, почему дети сироты, почему у них нет родителей, у которых в том числе и убивали родителей, продолжают убивать. И почему нельзя вывозить детей, а в последующем их обработывать в нарративах русского мира. А этому имеется огромное количество доказательств. Они все собраны, сложены в файлы. Вторая часть нашей коммуникации будет передана в ближайшее время также прокурорам и Украины, и прокурорам Международного уголовного суда. Спасибо вам большое. Павел Латушка, заместитель главы Объединенного переходного кабинета Беларуси, руководитель Народного антикризисного управления был с нами. Мы обсуждали очередные учения, которые военные начали с Беларуси, ситуацию с репрессиями в стране, и о детях, которые были насильно вывезены из Украины. Ну и теперь Лукашенко это преподносит как такое вот благие намерения, что ли, а не депортацию. Оперативные новости, эксклюзивные видео с линии фронта. Глубокие аналитические обзоры и только самые авторитетные спикеры. Подписывайтесь на YouTube канал Freedom, чтобы не пропускать главного.